всем привет на канале готовим вкусно давненько что-то ничего не снимал начну пожалуй с подарка которая сделал сам себе к новому году вот такую духовочку на 60 литров так что совсем скоро новые рецепты к новогоднему столу решил снять ролик такой немножко в стиле сливки шоу поскольку тема будет схожее вместо куки у меня кошка симона а вместо хомяка мой собакин чарлик а вот и еще одно обновление новая самодельная кухонная доска из дуба и ясеня и сейчас я вам расскажу как правильно вести ее в эксплуатацию чтобы ни рыба ни мясо не пропитывали ее своими запахами а также чтобы не завелась плесень такая черная по краям деревянной доски нам понадобится льняное масло его можно купить абсолютно в любой аптеке за копейки так как она обладает бактерицидными свойствами мы защитим свою доску на сто процентов кстати льняное масло относится к быстро высыхающим маслом так как легко полимеризуется в присутствии воздуха с образованием прочной прозрачной пленки эта способность обусловлена высоким содержанием ненасыщенных жирных кислот там разные омега-3 омега-6 омега-9 там примерно где-то 9-11 процентов есть еще и насыщенных кислот льняное масло имеет важное техническое значение из него изготавливают быстросохнущие лаки олифы натуральные линолеумы там масляные краски и так дальше нанесем масло на поверхность доски кстати я также обработаю и свою старую доску нанесите масло ну не знаю в достаточном количестве чтобы прям вот так покрывало и было ну прям текло со всех сторон возьмите кухонную мочалку или тряпочку что-нибудь чем можно хорошо будет растереть масло по всей поверхности кстати масло имеет очень хорошую текучесть и поэтому глубоко проникает в поры дерева для максимальной защиты протираем все очень тщательно так с небольшим нажимом проходясь также по всем торцам и углам доски естественно аналогично поступаем и со второй стороной доски оставим это все на примерно 12 часов можно на 16 здесь роли не играет но не менее 12 часов ну вот на следующее утро нам понадобится фен поскольку нам нужна температура выше комнатной для того что произошла полимеризация и вот так вот направляя фен на доску прогревая хорошо начинаем растирать еще раз масло уже чувствуется что есть пленка видно что масло хорошо пропиталась дерево с каждой стороны хорошенечко это все прогреваем конечно маленькую можно было бы отправить в духовку на несколько часов при температуре 100 120 градусов это было бы вообще идеально я бы конечно сделал бы так для своей большой доски но у меня нету такой духовке и в принципе печь то целая печь нужна промышленная чтобы ее прогреть поэтому вот из подручных средств используем фен прогревая это все до 60 из 60 70 градусов я думаю этого будет вполне достаточно и также мочалочка и прогрели прошли с мочалочка и прогрели прошли с мочалочка видно как масло по действиям воздуха и температуры растекается по всей поверхности проникая еще еще глубже в поры не забываем конечно же не про торцы не какие-то щели то есть вот у меня стоит шпон для того чтобы доска не искривлялась если попадет какая-то влага с гаврилан самодельный дуб ясень аналогично поступаем и со второй стороной время не экономьте чем более качественно вы это сделаете тем дольше прослужит защита доски примерно вот такой обработки хватит на год а то и на полтора раз полтора года желательно бы это повторять ну это касается каких-то вот таких больших крупных или подарочных досок те которые будут вам служить не один и не два года поэтому не поленитесь потратьте полчаса времени и будет вот такая прикольная красивая поверхность защищенная от разного и внешнего воздействия ну и завершающий этап нам понадобится кухонные полотенца бумажные полотенца или туалетная бумага как в моем случае она дешевая оказалась под руками теперь нужно будет хорошо и насухо вытереть излишки масла которые остались на поверхности доски можно не спешить тщательно это все протирать проверяя пальцами нету ли там излишек вот так видите какая получается поверхность хорошая с другой стороны аналогично ну и все последние 10 часов доску желательно оставить в покое пускай доходит процесс полимеризации и все все готово в следующем видео мы уже обязательно ее испытаем посмотрим как с ним будет сбегать вода и что-то на ней уже разрежем подписывайтесь оставляйте комментарии с вами был канал готовим вкусно все готово в следующем видео